Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Сегодня я расскажу о том, что в 26 лет можно потерять абсолютно все. Самое главное – здоровье, надежду и веру. Но суметь подняться с инвалидного кресла, найти свою любовь, быть счастливой женщиной и даже помогать людям. Знакомьтесь, Карина Авдеева. Когда-то моя героиня не могла и представить, что именно беда приведет ее к самому настоящему женскому счастью. И ровно двух вещей хватит, чтобы понять, каким огромным и трудным оказался этот шаг. От инвалидного кресла, без которого до конца не обойтись и сейчас, к маленькому ноутбуку, который стал и работой, и развлечением, и возможностью быть кому-то другом. Врачи махнули на меня рукой. Мне мой врач сказал моей маме, что мне осталось жить два понедельника. Она родилась в Рязанской области, в простой многодетной семье, где никто никогда не страдал серьезными заболеваниями, в том числе и она. Ну, как я училась, как обычная девушка, девочка. И, как все девчонки, мечтала о принце. В первую любовь у меня была очень такая, как сказать, ну несчастная, что ли. Как-то так. Он вам не отвечал за имность? Ну да. А он знал о вас? Знал. История Карины как клубок обстоятельств, отчасти к которым руку приложила и ее мама. Она буквально уговаривала дочку скорее выйти замуж, внушив девочке миф о внезапной независимости. Разбитая первой любовью сердце оказалась податливым, и Карина уступила. Буквально назло расписалась с приятелем. Я тогда вообще ничего не понимала. Мне хотелось, во-первых, мама мне сказала, что, типа, ты выйдешь замуж, ты будешь сама самостоятельная. Вот. И мне тогда показалось вроде как, ой, да что там, я буду сама самостоятельной, мне никто уже не нужен. Но это же 10-й класс, 16 лет, это 10-й класс. Вы учились в школе или вы были в МТОУ? Нет, я училась в школе, потом бросила ее. Но какая уж там самостоятельность, когда даже к заявлению в ЗАГСе прилагалось разрешение родителей, а молодой 18-летний муж переехал к ее же маме. У меня к нему не было таких чувств, у меня было только дружеские чувства. А из-за дружеских чувств как-то не особо ничего не получилось. То есть я решила родить дочку, я ее родила, а как родила, он мне вообще стал противен. Уже через три года Карина не выдержала и подала на развод. Ее активности хватило на то, чтобы без высшего образования постепенно стать мелким предпринимателем. Держала свой кондитерский ларек. Богата не была, но на воспитание дочки путешествия вполне хватало. Все нормально ходила, я нормально была, здоровый человек. Так, и потом, что вдруг заболело? Потом вдруг у меня была температура, я перестала ходить. Но это произошло не за один, наверное, день, да? Нет, не за один день, я не сразу обратилась к врачу. Она так и не сказала точную цифру, сколько лет была прикована к постели – 4, 5. Это прошлое ей ворошить не хочется. Из красивой и активной женщины, за которой постоянно бегали поклонники, Карина превратилась в беспомощного, всецело зависимого от других человека. Мама оказала мне всякую поддержку, какую можно. Возможно, она у меня уже пожилой человек, ей 80 лет в этом году будет. Так что ей тоже, конечно, пришлось тоже потерпеть. У меня длительное время была депрессия, но как, никак не могла я понять, что все уже, что я перешла в другой этап жизни. Вот, а потом как-то справилась. Мне сестру подарили ноутбук, мне как-то, я начала общаться с людьми, с такими же, как я. Даже не только с такими, а вообще с людьми. Из многочисленных статей в интернете она узнала, что с такой бедой сталкиваются многие и есть специалисты, которые не считают ее диагноз приговором. По крупинкам собрала необходимую сумму, обратилась в благотворительный фонд и поехала в Индию, в одну из тибетских клиник. Конечно, в душе она лелеяла надежду, что когда-нибудь сможет встать с инвалидного кресла, но не могла и представить, что это случится так скоро. И я где-то в течение, через три недели сама пошла. По словам Карины, нескольких пилюль на травах и минералах хватило, чтобы перечеркнуть страшный приговор других врачей. Нужно просто пережить время, когда вот тяжело. Надо просто пережить это, перегореть и верить, конечно же. Ничего не бывает в жизни просто так. Об этом она, поверьте, знает не понаслышке. В отличие от многих, ей повезло вылечить не только тело, но и душу. Если кто-то из путешествий привозит сувениры, моя героиня, как истинная женщина, решила не мелочиться и привезла сразу мужа. Встреча произошла в Индии, когда мы поехали туда лечиться. Там человек был тоже на лечении, он с Урала сам. Их истории очень похожи. Муж Карины тоже заболел неожиданно 15 лет назад. Но ему чуть меньше повезло с поддержкой близких. Бывшая супруга не смогла жить с инвалидом. Тоже ему очень сложно было. То есть он, когда заболел, он не то что ходить, вставать, он даже встать с постели не мог. И тоже очень сильно переживал, и жену отпустила из-за этого. Как тут не поверить в легенду о потерявшихся половинках, которые бродят по свету и находят друг друга? И какая, по сути, разница, сколько шагов они пройдут вместе? Симпатичный. Он вообще, он человек золота. Я вообще такого человека, наверное, ждала всю жизнь. И вот судьба мне подарила именно в это время, во время беды. Мы все вместе готовим, вместе гуляем, все делаем вместе. Потому что у меня рука одна правая работает, а левая плохо работает. Вот он мои руки, я его ноги. И это долгожданное событие произошло уже после съемок программы. Перед Богом и людьми они поклялись в болезни и здравии не покидать друг друга. Уж они-то знают цену таким обещанием. Вера должна быть внутри каждого человека. Как это? Заставить верить нельзя. Если она есть вера, она и будет вера. И надежду терять никогда нельзя. Надежда – это то, что подкрепляет нашу веру. Моя героиня извлекла полезный урок. Чтобы выиграть лотерею, нужно как минимум купить билет. И сегодня она, учредители председателя благотворительного фонда «Большие дела». Пока в нем только 6 человек. Остальные 5 иногородние – Москва, Луганск, Сызрань. Мы создали с ребятами, с такими же, как и я, которые тоже сидят дома в четырех стенах, которые инвалиды. Многие не говорят, многие не ходят. Они живут тоже интернетом. У нас на сайте тоже есть такой раздел, где мы предлагаем услуги и творчество инвалидов. То есть совершенно бесплатно, не вкладываясь ни в сайт, никуда, человек с инвалидностью может получить помощь. То есть он может разместить свои работы, может предложить свои услуги, как правило. Сейчас много инвалидов занимается веб-дизайном. Спрос пока небольшой, говорит Карина. Но ведь и сайт появился только зимой. Его регистрация и создание счета – история отдельная. Поначалу банки скептично отнеслись к благому посылу. К сожалению, слишком многие пользуются чужой бедой ради наживы. Кстати, она сама в социальных сетях выбрала псевдоним «Калибрия». Невольно сравниваешь с известной птичкой «Калибрия», для которой любая остановка означает гибель, только жизнь и движение вперед. Мне всегда кто-то старается помочь. Всегда отношение такое. Всегда как-то кто-то с соучастием относится. Еще мне очень поднимает настроение, когда есть возможность кому-то помочь. То есть вот сейчас у нас там два мальчика подопечных. Мы им, они с ДЦП, мы им собираем деньги на лечение. Карина – прекрасный пример для тех, кто оказался в похожей ситуации. Теперь она точно знает, плохого настроения не существует для тех, кто смотрит на мир, как она. Просто я по-другому смотрю на жизнь. Я сейчас совершенно другой человек, который был до этого, до инвалидности. И как я стала инвалидом, я как-то больше начала понимать, что положительного в этой жизни очень много. И она обязательно расскажет об этом в социальных сетях. Там хватит людей, которым это действительно нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова